Центральная избирательная комиссия подводит итоги результатов голосования на сегодняшний день, выборов в Народное собрание 9 сентября и объявляет о том, что выборы состоялись во всех избирательных округах. Средняя явка по Гагаузии 50,65%, то есть на участке вышли 53 340 человек. Из них 50 434 включено в основные списки, 2620 включены в дополнительные списки. Самая высокая явка продолжает быть в селах, небольших селах, это Ферапонтьевка, это Котовская 71%, Русской Киселия 65%, Этулия 64%, Карбалия 67%. Те проблемные для нас первоначально избирательные округа, которые переживали за явку, фактически на сегодняшний день, на момент 38% не меньше. В итоге выборы состоялись везде, остается подождать итоговый протокол о результатах голосования конкретно по каждому кандидату. Первый результат у нас есть только по Котовскому уже. Кто там? По Котовскому Орманджи Николай Николаевич. Остальные будем ждать. А, и Русской Киселии Узум Илья Семенович. Известный результат, вы можете назвать, сколько голосов? А, нет, только первый протокол пришел по Русской Киселии, еще не пришел протокол, мы знаем по телефону. Первый, кто сказали, второй Котовской Киселии, а еще раз повторяйте. Второй СОР Русской Киселии. Вот, это два небольших избирательных округа, где возможно было уже подсчитать те голоса, поданные за каждого кандидата. Скажите, пожалуйста, по первому, вот, у нас то есть сказали, что есть некоторые участки, много людей, кандидатов, могут подвергаться. Анна, еще продолжается это слово или... Еще раз вопрос. Есть некоторые участки, много людей, кандидатов, может быть, повторим, вы сказали? А, мы пока не можем сказать вам, где будет второй тур, потому что данные избирательные округа, которые я сейчас назвала, два, кандидатов не было много, во-первых, в Котовском всего лишь два, там, естественно, с первого раза можно понять, от ком будет идти речь, как депутателям. Только после получения всех итоговых протоколов нами будут уже подведены итоги, где необходимо будет проводить второй тур. По крайней мере, повторных выборов у нас уже точно не будет. С чем все эти выборы? Еще раз вопрос. В Центральной избирательной комиссии пришла только одна жалоба, это для сведения, потому что она была подана в окружной избирательный совет, поэтому о существенных нарушениях, я думаю, что не стоит говорить. Жалобы некоторые поданы в избирательное бюро и окружные советы, они должны были принять постановление, как реагировать на тур. То есть первую новость не может писать, потому что сегодня нет конкретных жалоб? Нет, нельзя сказать, что конкретных. Допустим, по избирательным участкам я точно знаю, что есть жалобы на продолжение агитации, причем нет, иногда с самими кандидатами. Были приняты соответствующие меры, агитация прекратилась. Но, как я уже говорила раньше, что это обычная мера и необходимо все-таки... Вы знаете, можно сказать, что в целом спокойно, но, допустим, делаем вывод, что явка избирателей все-таки на порядок меньше, чем это обычно. Если мы в целом по ГГУЗе говорили раньше о явке больше 60%, последние выборы, когда была в целом явка по ГГУЗе 58%, сейчас она только 50,65%. То есть в целом, конечно же, отмечаем определенную пассивность наших избирателей. С чем это связано? С чем это связано? Это может быть связано, во-первых, с определенной усталостью нашего ГГУЗского избирателя. Во-вторых, может быть, с недостаточной агитационной деятельностью самих конкурентов. То есть не сумели донести до избирателей те программные моменты, с которыми они шли на выборы. И наверняка, может быть, в целом несогласие с какими-то кандидатами. То есть избиратели не определились с выбором и не захотели вообще идти на участок. Может быть такое. Если бы была возможность проводить какие-либо социологические опросы, наверное, мы бы знали об этом более конкретно. А так как на сегодняшний день нам остается только догадываться о причинах низкой явки. Спасибо. Скажите, а может быть, меньше была социальная реклама в пользу того, чтобы Центральная избирательная комиссия призывала бы избирательную? Конечно же, одна из функций Центральной избирательной комиссии – это организовывать программы просветительского характера. То есть необходимо было бы рассказать, что такое народное собрание вообще, чем оно занимается, кто такой кандидат, и чем он отличается кандидат в депутаты от кандидатов в примары. Но, учитывая, во-первых, два момента, что Центральная избирательная комиссия по выборам народного собрания не является постоянно действующим органом, мы созданы как таковые 22 июня, фактически нет времени на проведение этой кампании. Второе, что у нас просто на это нет средств. Ни средств, ни людей. В аппарате Центральной избирательной комиссии работало 5 человек, которые физически это вне смогли бы потянуть еще из вот такой агитационной деятельности. Завтра будут еще предварительные данные, то есть еще данные будут стекаться? Конечно же, мы сегодня будем получать итоговые протоколы, мы их будем обобщать, включать свой протокол, и завтра, как только будут уже сданы все окончательные протоколы, мы будем говорить и о официальных результатах. Я к вечеру думаю, что будут в том числе официальные. Просто официально мы объявляем только после итогового заседания Центральной избирательной комиссии. Скажите, когда журналисты на встрече, а уже наверняка завтра, на сегодняшний день? У вас какие-то предварительные? Я думаю, что около 12 часов что-то у нас возможно появится, как предварительное. 12 часов больше? Может быть, но не гарантирую. Потому что если учитывать избирательные участки достаточно большие, то им нужно необходимо время. По практике около 12 часов обычно цифры есть. Иногда, когда проводятся выборы республиканского значения, мы еще ждем для сами бюро с итоговым протоколом. И сегодня этого не будет. Мы будем ждать только по факсу. То есть приезжать они к нам не будут. ПО ТОРЖЕНИЕ ПО ТОРЖЕНИЕ Whether С ropes Подписывайтесь!